Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги, а мы с вами продолжаем. И я бы хотела далее с огромным удовольствием предоставить слово для доклада нашему гостю из Беларуси, из Гомеля, Русанову Дмитрию Юрьевичу, который представляет Гомельский государственный медицинский университет, является проректором по лечебной работе. Доклад будет посвящен микробиом и кардиореспираторная патология, тоже один из интереснейших направлений внутренней медицины. Дмитрий Юрьевич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемая Наталья Андреевна. Спасибо за столь лестное представление. И я попробую сегодня очень коротко, за 15 минут, пожалуй, только лишь актуализировать очень важную, на мой взгляд, проблему. И начать с вот такой фотографии о том, что я, вот очень образно говоря о том, как один орган влияет на другой орган. И, собственно говоря, точно так же наши бактериальные колонисты, которые представляют собой 90% всех наших маклеток, влиять абсолютно на все органы, не только лишь на респираторную или кардиоваскулярную систему, но и, конечно, на нервную систему, на нашу кожу, поскольку микроорганизмы, как мы сегодня представляем, они есть не только в желудочно-кишечном тракте, о чем мы знали достаточно давно. Но сегодня выяснилось о том, что и респираторный тракт нестерилен. Мало того, сегодня выяснилось о том, что святая святых, наша кровь, которая должна быть обязательно стерильной, нет, она нестерильна, в ней циркулирует достаточно большое количество микроорганизмов, и о их мороле нам предстоит еще узнать. Собственно говоря, микробиом, как таковой, понятие очень новое, и осознание того, что этот орган у нас существует, появилось, пожалуй, в 2007 году, когда был начат такой очень масштабный проект человеческого микробиома, когда стали очень подробно изучаться, что же у нас живет на коже, в легких, в респираторном тракте и, конечно же, в желудочно-кишечном тракте. И тогда же стали появляться новые науки, которые сегодня являются очень актуальными в плане изучения микробиома. Это и метагеномика, метатроскриптоника, метапротеомика и метаболомика, которые последние несколько лет буквально семимильными шагами развиваются. И на сегодняшний день мы уже говорим о целой экосистеме. Если раньше мы говорили о том, что есть некий больной орган, то сегодня мы понимаем вот эти связи между молекулярным уровнем, который хорошо достаточно изучен сегодня. Однако нет четкого понимания все-таки, что же это за клетки и что же это за микроорганизмы, потому что порядка 95% всех микроорганизмов, генетических составов, которых мы знаем достаточно хорошо, они не способны культивироваться, по меньшей мере, на тех средах, которые известны. И мы пытаемся найти какие-то биомаркеры, обострения биомаркеры, лекарственной устойчивости. И в том числе это касается и респираторного здоровья, и здоровья кардиоваскулярной системы. И во всем этом, конечно, большая цель в лечении, профилактике и реабилитации пациентов с нарушениями той или иной системы. В 2015 год появляется удивительное исследование, которое смоделировало на популяции мышей, смоделировало атеросклероз. И дальше с этими мышами было проведено, они были разделены на две группы. Первую группу попытались кормить адекватной пищей, богатой волокнами, им давали еще дополнительно холин. А вот во второй группе микробиотов практически полностью убили антибиотики. И удивительное дело, буквально в течение нескольких недель мы увидели обратное развитие атеросклеротической бляшки. Резко снизился уровень холестерола. Ничего не произошло, мы всего лишь мышкам дали холин и богатую пищевыми волокнами диету. Но наоборот, как только мы убили этот орган под названием микробиом, тут же резко увеличилось количество, уровень холестерола и увеличилось прогрессирование атеросклеротической бляшки. Но это биологическая модель. Вот еще одно исследование, которое было проведено годом всего лишь позже, которое надело достаточно много шумов, когда мышкам давали диету, богатую различными лактобактериями. Затем моделировали инфаркт, привязывая коронарную артерию. И оказывается о том, что размер инфаркта существенно уменьшалась или улучшалась функция левого желудочка у пациентов, у мышей, которые получали определенный микробиом. И на сегодняшний день мы уже говорим о четком понимании, о маркерах исследования 2019 года, которые говорят о том, что мы можем измерить, насколько микробиота влияет на тромботическую активность. И появились целые маркеры и триметиламин-эноксид. И мы сегодня понимаем о том, что микробиота кишечника способна увеличить экспрессию молекул эндотелиальной адгезии, приводя к хроническому воспалению, к системному воспалению со стороны сосудистого русла. Но говорить о том, что напрямую влияет микробиота непосредственно на кардиоваскулярную систему, непосредственно на легкие, тоже было бы неправильно. И вот еще одно исследование, очень свежее 2019 года, очень наглядно показывает о том, что еще вездесущая ретикулярная формация принимает очень активное влияние в регуляции тонуса, в том числе в легочной артерии. Ну и вот еще одно исследование, которое, на мой взгляд, можно читать буквально как бесс-целлер. Это очень хороший обзор, который попытался все-таки продемонстрировать, каким же образом микробиом вместе с различными метаболитами влияет на баланс иммунной системы, на работу различных органов и тканей. И на сегодняшний день мы говорим о том, что этот орган тоже может болеть. И название этому дисбиоз, и вот этот, собственно говоря, дисбиоз способен приводить к патологию печени опосредованно, может приводить к патологии центральной нервной системы и даже высшей нервной деятельности. И, конечно же, к патологии респираторной системы. И мы говорим о том, что при определенных изменениях в рационе у пациентов с генетической восприимчивостью, это может приводить к изменению конфигурации кишечного микробиома, к снижению разнообразия кишечного микробиома и различного состава метаболита. И посмотрите, достаточно неплохо на сегодняшний день мы знаем метаболиты, по которым мы можем осудить о нарушении, о влиянии микробиома непосредственно на функцию той или иной системы. Совсем еще недавно мы считали о том, что респираторный тракт, он является как таковым стерильным. Но сегодня мы можем четко сказать о том, что даже в альвеолах содержится большое количество микроорганизмов. И в 2014 году появляется термин постантибиотический дисмикробизм, когда мы понимаем о том, что этот орган можно расстроить, и он будет болеть в первую очередь при использовании антибактериальных препаратов. И на сегодняшний день мы говорим о том, что даже такое инфекционное заболевание, как туберкулез, которое непосредственно поражает легкие, опять же от него может быть определенная защита. Например, известный факт о том, что наличие хирикобактер пилори в респираторном тракте практически полностью защищает от микробактерий и туберкулеза. А вот, например, обнаружение эукариотов в респираторном тракте обязательно будет сопровождаться с прогрессирующим течением туберкулеза. На сегодняшний день мы говорим о том, что дисбиотические проявления непосредственно респираторного тракта, которые могут быть вызваны в том числе антибактериальными препаратами, являются маркером гипериммунного воспаления. То есть, как только мы пациенты начинаем лечить антибактериальными препаратами, мы как раз увеличим вот эту гипервоспалительную активность, причем она носит такой исключительно системный характер. Вот еще одно очень интересное исследование 2019 года, в которое вошли 36 тысяч женщин, у которых оценивалось их использование антибиотиков, кратность, частота, дозировки на протяжении всех их жизней. И оказалось о том, что у всех женщин выявлена высокая противопровоспалительная активность, которая была обусловлена как раз использованием антибиотиков. И авторы в том числе призывают с осторожностью использовать антибиотиков в различных исследованиях, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Вы помните о том, что это и использование макролидов, когда мы говорили о мекоплазменной модели атеросклероза, ну и ряд других исследований, когда пытались использоваться антибактериальные препараты. И ведь не только лишь антибиотики, но и порядка 24% вообще всех лекарств, кроме антибиотиков, способны обладать способностью подавлять рост, по крайней мере, одного из комменциальных семей. А некоторые препараты, например, тот же фармин, мы хорошо знаем о том, что в основном он свои терапевтические эффекты обуставливает через влияние на микробиом кишечника. Ну и, конечно же, сложно обойти стороной проблему COVID-19, и сегодня достаточно неплохо и существует целый ряд работ, которые говорят о том, что активность на ключевые рецепторы, АПФ-2, как раз именно кишечный микробиот. И мало того, мы сегодня говорим о том, что, возможно, таргетирование микробиота кишечника может быть новой терапевтической мишенью в отношении профилактики лечения и в том числе реабилитации пациентов с COVID-19. И вот еще одно исследование, которое меня, честно говоря, потрясло, и я стал во многом понимать суть процесса реабилитации пациентов с позиции реабилитации кардиоваскулярной системы. Пациентам, 100 пациентам, которые перенесли COVID-19, было сделано МРТ, и посмотрите, коллеги, у 78% было обнаружено поражение сердца, а у 60% – это поражение сердца с сохраняющимся, продолжающимся воспалением миокарды. На сегодняшний день мы не до конца понимаем, какое влияние окажет эта вирусная патология, эта коморбидная патология на кардиоваскулярную систему. Но посмотрите, еще очень робко авторы говорят о том, что все 78 пациентов соединениями миокарды получали антибактериальные препараты. Сегодня сложно сказать о том, что COVID-19 – это только инфекционная проблема или респираторная проблема. Нет, конечно же, эта проблема наносит системный характер, и, конечно, она будет приводить к усилению коморбидного влияния. И когда я впервые увидел гистологический препарат пациента, умершего от COVID-19 в Гомельской области, то тогда, конечно же, стало понятно о том, что это никоим образом не пневмония, это так называемый пневмонит. И вот этот термин, казалось бы, всего лишь игра терминов, но она приводит к тому, что мы лечим эту пневмонию как непосредственно, чаще всего, с использованием антибиотиков. А вот посмотрите, огромное исследование, которое объединило 24 исследования, всего лишь 3,5% пациентов с COVID-19 имели коинфекцию бактериальную, но большинство из них использовали все-таки антибиотики. Если говорить о частоте использования антибиотиков, например, в Российской Федерации, например, в мае месяце, когда это был такой высокий очень мапик, когда было выведено большое количество пациентов с COVID-19, то посмотрите, какое избыточное использование антибиотиков использовалось в Российской Федерации только лишь в течение одного месяца. Конечно, это и достаточно большие ресурсы, и очень большая нагрузка, если думать о микробиоме как об органе, конечно, какой большой удар пришелся на этот орган. И, к сожалению, структура потребления антибиотиков, как амбулаторная, так и госпитальная, показывает о том, что я не буду останавливаться на роли макролидов, но посмотрите, в основном это цифровоспорины, то есть это те антибиотики, которые будут действовать в первую очередь в отношении антеробактерий. То есть вся антибиотикотерапия будет направлена, ну, косвенно, мы можем говорить, но на повышение провоспалительной активности. И под руководством Ниталии Павловны выполнется государственная очень техническая программа, когда мы попытались адекватно лечить пациентов с инфекционным обострением МОХОБЛ, особенно с тяжелыми обострениями, для того, чтобы понимать и выбор антибиотиков. Но сегодня не об этом. В рамках этого исследования, когда все лаборатории были перепрофилированы на COVID, мы попробовали посмотреть метагеномику пациентов с COVID-19 и получили очень интересное исследование. Оказалось о том, что в респираторном тракте у пациентов с COVID-19 мы обнаружили порядка 23 различных бактерий из 5 различных семейств, и проводя вот такой кластерный анализ, мы увидели едва интересных кластеров. Кластер легкого течения COVID-19 с низкими уровнями интерлекина 6 и степенью ОРДС. Это, как правило, была очень разнообразная микробиота, очень разнообразная. Здесь, конечно, были стриптококки, гемофильная палочка и различные амироиды. Но как только течение было более тяжелым, мы видели очень редко. И в основном это были микроорганизмы кластеридиодифицилия, ценотобактер, псевдомоносы и непосредственно астафилококк. То есть практически не встречались традиционные колонисты. Ну и закончу я тем же слайдом, можно сказать, фотографии того органа. Очень уникальная картина, так называемая биогеография микробиоты респираторного тракта в желудочно-кишечном тракте. Она выглядит еще более опиостро, а с призывами продолжить изучение микробиоты, продолжить изучение этого органа, его влияние на коморбидную патологию. Конечно же его необходимо беречь и пытаться использовать антибиотики корректно и правильно. Спасибо коллеги за внимание.